Девушки отдыхают Это моя бабушка. Не он папа, а ее зять. А это мама. Ее зовут Сабина. Бабушка говорит, что это очень старое имя. Принсислав. Имя старое, а мама молодая. Тимур, ты еще долго собираешься бездельничать? Сколько можно целыми днями сидеть, ни черта не делать, гулять себе с зеликом? Я понимаю, работать ты не хочешь. Да, это трудно. Сидеть целыми днями на работе просто невозможно для тебя. Сейчас все занимаются кооперативами. Почему ты не хочешь взять разрешение в райисполкоме и работать дома? Недавно я услышала новое слово кооператив. Через два О. Что это такое, я толком не понимала. Но родители часто произносили это странное слово вместе со словом «деньги», о которых я знала с самого рождения. Ведь нам их почему-то всегда не хватало. Ладно, попробую. Ладно, попробую. Ладно, попробую. Ладно, попробую. Еще одно новое слово в моей жизни – райисполком. Вначале я думала, что это какой-то райис с каким-то полком. Но оказалось, что это обыкновенные противные учреждения, которые никому ничего не разрешают. Вот и папе не разрешали продавать светильники. А он их сам смастерил. Между прочим, без всякого райиса с полком. Но, наконец, папе все-таки разрешили. Один чай-ханчик купил целых три папиных светильника. На эти деньги папа накупил шампанского, и они с мамой позвали своих друзей. Это называется «обмывать». Я всегда говорил, что кооперативы спасут страну. И не только страну. Мир? Май. 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 В этот вечер они обмывали еще одно новое для меня слово. Бизнес. Это американское слово. Оно мне понравилось. Ну, давай. Полтора куска. Полторы тысячи. Полторы тысячи. Ура! Месяц. Месяц. Конечный месяц. За это надо обязательно... Будь здоров. Тимур. За это надо отдельный ток. Все, отбили. Ваши рабочей ничего нету. Не извиняюсь, я сейчас. Самина, куда ты в такое время сошелся? Комендарский чат не идет. Я знаю, где ты находишься. Я сейчас. Осторожно. Дай, Гая. Давай поменять. Покалку. Самина. На. Это последний. Да, мы там 70 лет думаем. Угу. Что он говорил. Гуляем, ребята. Да, ура. А-а-а. Ура! 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 Вы думаете кормить ребёнка? Кто из вас накормит ребёнка? Так не подавает себя вести дочери будущего миллионера. Но это меняет дело. Больше никто папины светильники не покупал. Уже 10 дней прошло. Нужно было отдавать долги. И тогда папа продал пластинки и теннисные ракетки. Лейла, иди на улицу, я сейчас приду. Субтитры создавал DimaTorzok Это Чингиз, мамин приятель. У нас у всех к нему самые разные отношения. Папа его не любит и называет странным словом форца. Мама его жалеет за то, что у него нет папы. Кроме того, Чингиз пишет хорошие стихи. Уже за одно это общество должно его ценить, говорит моя бабушка. А вот я лично Чингиза люблю. Нет, не за то, что он гуляет со мной и дарит мне шоколад. Просто люблю и всё. А это твой братик, да? Да, это мой братик. Давай, познакомимся с тобой. Давай. А как тебя зовут? Лейла. Мы живем в Японии, а здесь проездом. Что с тобой, Лейла? Что с тобой? Ну, подожди. Ну, подожди, там есть легко. Ну, успокойся, Виллика. Ну, сейчас, не плачь, я тебя прошу, не плачь. Ну, сейчас, всё будет нормально. Не, не, не плачь. Что с тобой? Я вот. Лейла, дочь. Мишка, ты не волнуйся, мама, нигде не болит. Мишка, ты не волнуйся, мама, нигде не болит. Мне надоел этот идиот. Я, во всяком случае, в его возрасте, не имел свободного времени и не калечил чужих детей. С тех пор, тело стало часто приходить к маме. Ну, что там у тебя в чем? Не знаю. Я не могу понять его. Я, кроме кино, и я пока ничего не интересует. Разве я похожа на Ханжу? Он даже не хочет со мной наедине остаться. Не представляешь, какие стихи он мне написал. Фактивно. Годами гибнут. Что там что-то пошли? Я в Ханжу? Не знаю. Я же мне буду говорить о чёме clotlet. Здравствуй, моя хорошая. Держишь шоколадку? Спасибо. Привет, Мась. Зачем ты дал ей шоколадку? У нее же аллергия. Ерунда, Мась. У всех нормальных детей бывает аллергия. Только не от того, что они едят шоколад, а от того, что у них родители психи. Ладно, ты хоть знаешь, зачем я тебя позвала? Ты на меня бросаешь, как будто пантера, которой не додали кусок сырого мяса. Конечно. Я помню, что нужно рассваливать у прилавка лампы твоего гениального мужа. Разрешите? Извините. Извините. Девушка, у вас есть нитяные абажуры? Абажуры? Да. А лампы? Да, да. Вот. Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. Пожалуйста. Потрясающе! Потрясающе! Ну просто, ну, это точно как в каталоге. Вы знаете, в Югославии в каждом доме такие шары. Ну это просто крайне модно. Ну, крайне модно. И вы знаете, за границей просто все помешались на этих шарах. Я тоже хотел купить, но слишком дорого. И почем? Вот. Сорок. Сорок? Да это же даром. Ливайте сюда, доченька. Тебе нравится эта лампа? Ты помнишь, мы были в гостях у дяди Муслима Магомаева. И у него в гостиной висела точно такая же лампа. А, да, точно такая же. Помнишь, да? Не понял. Вы будете брать или нет? Безусловно. Я же сказал, что это крайне модно. Извините. Я такой мод совсем не понимаю. Это вы мне? Нет. Пожалуйста. Ой, идем. Такой брюк тоже не понимаю. Я из них одеял делаю. Нет, спасибо. Надо заняться цену. Вместо 40 рублей сделать 20. Как же можно 20? Ведь один только шар по себестоимости обходится в 8 рублей. А нитки? А налоговый процент? Какой же тогда смысл? Держи. Максимум 25. Понимаешь, вида нету, вида нету. Не берут. Извинем не берут. Пожалуйста. Это очень билетный, ненавидный. Я не знаю, может быть, украсить золотом, орнаментом или сепочкой, чтобы веселее было. Веселее, веселее, веселее. Вы? Вы говорите, вида нет? Да. Этот шар получил премию на всесоюзной выставке дизайнеров. Как же вида нет? Кого в выставке? Дизайнеров. Оформителей. Очень хорошо. Значит, ваш муж хорошо оформляет, но не понимает, что надо... Не понимает? Член Союза Архитекторов и не понимает. Красавица. Мне член не нужен. Мне нужен товар, чтобы иметь вид. Пожалуйста. Пожалуйста. Возьмите, возьмите. Утром 100 штук взяли. Почему? Потому что вид есть. Посмотрите на меня на минуточку. Почему меня сюда назначали директором? Потому что вид есть. Да. Да-да, я понимаю. Красавица. Иди домой. Отдыхай. Это мужской разговор. Скажет своего мужу, пусть придет сюда. Мы с ним общий язык найдем. Иди, Мерим Кюзалем. Иди отдыхай. Клинусь, это мужской разговор. Ну, как там? Представляешь, вида говорит мне эту. Сует мне в нос вот эту пошлятину. Вот козел несчастный. Да все они козлы. Вы куда теперь? Куда? Домой? Куда же еще? Надо Тимура прислать. Может, правда, снизится? Как ты думаешь? Да не знаю, Мась, не знаю. По-моему, здесь дело не в цене. Просто этим козлам приличные вещи не нравятся. Я побегу, у меня дела. Да, беги. Давай. Пока. Пока. Ну, что спокойно, Лейла. Мась, а это куда? Хочешь, забери себе. Нет, у меня уже есть один. Откуда? Да вы же мне подарили. Ты что, совсем уже? Ладно, давай. Я пошел, пока. Ой, Чина. А? Чина. Слушай, одолжи мне 10 рублей, а? Ну, что ты, конечно. Я тебе в конце месяца все сразу верну. Мне за оброшку должны в издательстве рублей 70. Да успокойся ты. Если б ты знал, как мне все это надоело. Кого посадила? Вообще, с какой стати ты должна думать о деньгах? Ты женщина, мать. Посмотри, на кого ты стала похожа. Сядь. Он там дрыхнет, а ты бегаешь со всякими козлами в игры играешь. Прекрати. А он дрыхнет. Прекрати. У него заказ, он, между прочим, работает. Ой, а какой там еще заказ? Ты не знаешь. Зелик нашел. Обещали колоссальные деньги. Зелик нашел. Да что он там нашел? Надгробный памятник. Тете Розе. Ну, что ты смеешься? Между прочим, очень богатая семья. И они заказали роскошный памятник. О, Господи. В вашем подвале только бюст, то тете Розы не хватает. Царство ей небесное. Напрасно смеешься. Ты знаешь, Тимур никогда не лепил. Он так чувствует объем. И вообще он очень талантлив. Ну, ладно. Я пошел. Пока. Давай. Огонь. Можешь забирать. Зеленый берет. Это точно. Ну-ка, Эльдар, ну-ка. Давай, пошевели там. Ну как? За час четверых. Эту дамочку тоже при... Эльдарчик. 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 Иду, ну, иду. Эльдарчик. Ну, что? Где-то стреляют. Ты не слышал, деточка? Или мне показалось? Показалось, показалось. Выброси сигарету и иди ложись спать. Слушай, ну что ты все время меня гонишь по стелям? Я вовсе не хочу спать. Я хочу вот, я здесь. Ты же с утра ныла, что у тебя голова кружится. Слушай, никакая голова у меня не кружится. И что ты все время меня гонишь отсюда? Слышу же, где-то стреляют. Кружится. Голова кружится. Промазан, черт. Вот еще, вот еще. Ну, стреляй же. Ух, не успел. Ой, к тебе. Да, пришли. А почему вы не заходите? Давайте, заходите. Я вам сейчас хороший чай заварю. Спасибо, не хочется. А, слушай. Она же меня видела. Склероз полнейший. Смотри, смотри, стреляй! Эльдарчик, все-таки стреляют. Как у тебя с квартирой? Знаешь, ордер уже есть. Комиссия, правда, говорит, что есть какие-то недоделки. В общем, на два месяца застрялись. Кстати, а помнишь, что ты мне обещал подарить на новоселье? На абажур, что ли? Да. О чем речь? Хоть во все комнаты. А это мысль. Кстати, как идет продажа? А, никак. Смотри, смотри. Какая жирная. Сейчас она у меня попляшет. Да какая крыса. Смотри, кто идет. Я пойду Гюлю разгружу. Привет. 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 Охотишься? Папа, дай посидеть. Приходим домой. Тебя нет, ружья нет. Понимаешь, пришли родственники тети Розы. Хотели на нее посмотреть. Кися. А она мокротряпкой обмотана. Я им объяснила, что у тебя творческий процесс. Ты же с ними на сегодня договаривался. Ну уж извини, что помешали. А мне надо с тобой поговорить. Ребята, поднимайтесь. Что вы там застряли? Навестим Гюлю. Дома поговорим. Прошу. Привет, Сабин. Привет. Проходите. Пожалуйста. Большой кусок взял, а говорил, что маленький. А тебе что, жалко столь? Нет, не жалко. Совсем? Не совсем. Слушай, а ты не знаешь, о чем она хочет со мной поговорить? Знаю. О чем? Мы сегодня были в магазине. Мама говорила с главным магазинщиком, а Чингис сказал, что он козел. Чингис тоже был с вами? Да. Ну и что потом? Мама его повела, чтобы он свои шарики похвалил. Как было смешно. Потрясающе. Потрясающе. А потом он взял шарик и купил. Кто купил? Чингис купил? Да. Держи. Что ты из меня Петрушку делаешь? Кто от тебя просил лезть в этот магазин? Тимур, ты же ничего не знаешь. Ну что ты так разобиделся? Я просто поговорила с Шетом. Он говорит, все будет хорошо. Все будет хорошо. А ты молчи, чучело. Вечно лезешь не в свои дела, а тоже не ищу. Да понимаешь, он предлагает снизить цену совсем немножко. Он неплохой мужик. Говорит, мне надо с вашим мужем все обсудить. Объяснить, как и что. Может быть, как-то украсит шары в национальном духе. Цепочку повесили, орнамент сделает. А Чина одобрит это? Кто виноват, что твои шары не берут? Ковчет из себя Микеланджело Великого. Это коммерция, понимаешь, коммерция. Да плевать я хотел на свою коммерцию. Вот поэтому я и бегаю, как дура, что тебе наплевать. Вообще, с какой стати я должна думать о деньгах? Я, между прочим, женщина, мать. Вот и веди себя, как женщина. И несусь они свои дела. Прекрати выставлять меня идиотом перед всяким молокососом. Я тебя запрещаю. Этот молокосос, между прочим, ничем не хуже тебя. Он рос без отца и кормится, как может. По крайней мере, не сидит вечно в долгах, как ты. Еще бы ему в долгах сидеть, фарцовщик несчастный. Слушай, а может быть, мне тоже тряпками торговать? Нет, лучше бегать по дворам и крыс отстреливать. Слушай, может, ты бы наилса частным крысолом, хоть какая-то польза будет. Да? Нет, я уж с твоего позволения буду делать это бесплатно, только для души. А без тети Розы у тебя тоже для души? Ты же людей подводишь, у тебя нет совести. Слушай, у меня нет ни денег, ни совести и ни предвидится. Уразуми это, наконец, и оставь меня в покое. Ой, с превеликим удовольствием оставлю тебя в покое. Сейчас же поможешь собрать мне вещи, и мы уедем к маме. Нет, дорогая, сейчас же меня не устраивает. Почему же? Зелик придет, мы должны работать. Глина, сухнишь, понимаешь ты это или нет? Хорошо, я оставлю Лейлоу у мамы и вечером приду за вещами. Тебя устраивает? Да. Так тебя не будет до вечера? Да, что? Замечательно, я как раз об этом и мечтал. Да, а сеточку ты заберешь с собой или нет? Нет, сеточку с продуктом оставьте себе, подавитесь зеликом. Это мой прощальный бал. Это зелик, папин друг, самый-самый. Он знает папу очень давно, раньше, чем я, и даже раньше, чем мама. Они родились в один и тот же день и учились вместе в школе и в институте. Открою один секрет. Большая грудь это слабость зелик. Мы еще в палате новорожденных высматривали сим красивых нянечек. Да, да, точно, точно, правильно. Я помню, даже ты поссорился со мной и задал почти на грудь из-за встречи. Он умирал, страдал, я вот с тех пор и комплексую. Всю жизнь этот человек крал у меня из-под носа красивых женщин. Я бегаю, нос сбиваюсь, умоляю, уговариваю, приговариваю. Вдруг появляется этот флегматик, хлоп, и я при своем еврейском носе. За тебя, зелик, будь здоров. И за пущеногрудность сестрички. Я уже не знаю, как тебя еще уговаривать. На работу ходят либо адиоты, либо карьеристы. Ага, знаешь, тебя карьеристы. Свобода, вот к чему надо стремиться. И так жить. А как жить? Ну, я же знаю. А вот если не знаешь, вот если не знаешь, то хотя бы слушаю многих людей, понятно? Бабушка говорит так. Зелик авантюрист. А папа слепой исполнитель его поручных замыслов. Я запомнила это выражение наизусть. И еще она говорит, что зелик, как всякий еврей, рано или поздно уедет. И что папа останется с носом, а мама останется у разбитого корыта. А я где останусь? И что это такое, еврей? Слушай, да ты пойми, база давным-давно сгорела. Понимаешь, этот контейнер там стоит уже целых три месяца. О нем и думать забыли. Контейнер с импортом оборудования? Соображаешь? За ним же обязательно глаз. Пастушь, ну какой глаз? Какой глаз? Какой глаз? Базу подожгли. Разворовали и подожгли. Понимаешь, все как полагается. А этот контейнер, он уже целых три года. Понимаешь, как потерялся там на путях. Его искали, искали. И вдруг, когда он приперся, было уже поздно все спасать. Потому что от базы одни угли остались. Ну неужели, господи, ну доходит до тебя или нет, а? Хватит, не ори. Тут что-то не то. Не то, не то. Не то было, когда они базу поджигали. А теперь этот контейнер, он же никому не нужен. Ты понимаешь, а? Неужели? Неужели у тебя руки не чашутся? Если честно, чешутся. Ну, так. Ну, кумиша. Уберусь. Ну, чаровку убери. Ой, 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 ой. Черт. Что с тобой? Кажется, губу рассел. Ладно, ничего страшного. Говорю, я тебя будь осторожней. Тима! Тима, падла буду, посмотри, настоящая ракетница. Ну-ка. А ну ты еще посмотри, слушай. Тут еще целых 300 патронов. Слышишь ты? Тут еще целых 300 патронов. Нет, теперь все отечественные праздники справлять будем. Сядь. Да. Лодка! Лодка надувная. Какой кайф, старик. Тима! Что здесь? Подожди. Что там? А, зелик, 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 зелик. Клянусь, у мамы, я это где-то видел. Это же, это же акваланги настоящие. Понимаешь ты? А, зелик, откуда тебе понятие? Это акваланги, зелик. Давай, 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 слушайся скорее. Перестань, слушай, не вешай, давай, скорей. Подожди. В ящик, ящик. В ящик скорее сматываемся, слушай. Акваланги. Тима, да. Тима, тима, тима. Спываемся. Привет, ворюги. Сам ты ворюга, знаешь, за такие шутки... Ты давай лучше дверь открывай. У тебя лодка имеется. Слыши? Ладно, вместе здесь. Давай, девочек будешь катать, фирменных. Сейчас, секундочку. Тяжем, смотри, давай. Заводи тачку. Тачку заводи. Заводи. Сбываемся. Та-та-та-та. Привет! Спасибо, ребята. Спасибо, Савову. Пожалуйста, пожалуйста. Приезжайте ко мне на дачу, шестьком побалуемся. Обязательно, спасибо. Спасибо вам, спасибо. Вот, значит, деньги, пятьсот рублей. Спасибо. Чего не сделаешь ради сына? Да, конечно, я понимаю. Ну, папа, поехали. Сейчас едешь. Ну, хорошо, ребята, приезжайте на дачу. До свидания. Поныряем. До свидания. Счастливо. Ну, Дима, мне бабки ляжку жгут. Эх, путнем, побежали. Подождите, не мешайте. Подождите, не мешайте. Дай сюда. Вхватит, дай. Дай! Чего это он, а? Не мешай, я рисую. Что это? Что с ним? Ты знаешь, наш зубной врач со своим сыночком Арифом! Что это? Что это? Чуть не утонули! Как это? Почему? Потому что мы у нас акваланга противогаз. У тебя сколько осталось? Рублей тридцать и больше. У меня. У меня рублей пятьдесят. Я обещал ему, что скоро возместим убытки. Очень сердился. Не, не, не очень. Он сказал, если что, с братом придет. Слушай, давай ракетницу столкнем, а? Не, не, ракетницу не надо. Ракетница это святое. Ну, а что делать? Черт его знает. Господи, откуда такие идиоты на мою голову? Только попробуй. Ладно, успокойся. Мама, мамочка. Сядь, Лила, не мешай. Иди. За стол, быстро! Главное... Главное оставаться порядочными людьми. Ну? Зачем нам нужно какие-то брать? Вот вы оставайтесь порядочными. А я пойду на панель. Или штатный проститутка и буду интурист. Слушай, для интуриста у тебя возраст пенсионный. Кстати, я знаю одного мужика, который даст любые суммы под проценты. Ну, правда, в месяц постольнику. Неужели мы за месяц не заработаем, а? Ну, конечно. Ты что? Через месяц вы меня похороните. Э-э-э. Вот сюда, сюда. Аккуратно. Так, давай. Клади, клади. Ты знаешь, где включается, да? Ага. Давай. Что это? Это станок для печатания денег. Смотри, Сабина, видишь? Смотри, это багет. Правда, немного неаккуратно, но ничего. Это все ерунда. Главное, посильнее прижимать, тогда все будет в порядке. Угу. Ты представляешь, а? Если мы с ним вдвоем сделаем десять, нет, двадцать таких багетов в день. И каждый пойдет по трешке, это же колоссальные деньги. А? Минимум. Принеси чай. Эх, заживем. А где вы его взяли? Правда, а где ты его взял? Друзей надо иметь. Вообще-то чертежи этого дела держатся в секрете. Это не один горский еврей. Он оставил наследство. Кстати, еще и магнитофон, чтобы я смотрел за могилой его бабушки. Я вам его дарю. Он что, умер? Да нет, как умер. Он сидит на чемоданах, уезжает, понимаешь? Вот вчера я зашел к нему попрощаться, и он мне оставил это дело в наследство. А сам он много заработал? Нет. Не-не, понимаешь, сам то простой ювелир, в общем-то, но тоже не бедствует. Ну, а машинка-то это, в общем, не его. Это ему другой человек оставил его приятель. Слушай, Сабина, она уже второй кусок доедает. Ну, уж по такому случаю. Мама, я только розочку ем. Хватит жрать. Тимур, на кухне сифон протекает. Починили бы? Починили бы. Эх, заживем. Слушай, ну как ты? Как? А у нас есть одна девочка, которая ругается. Тимур. У нас есть. Внутри. Супер. Да. Продолжение следует... 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 Сабина, Сабина, постой. Знаешь что, он тоже мог бы жениться на богатой невесте с папочкой, с мамочкой с квартирой. Как тебе? Да, сейчас нужно не высшее образование, а богатые родители. Как ты так можешь говорить? Мы с ним стоящая парочка, чтоб ты знала. Ну иди, иди в свой подвал. По крайней мере, у меня есть собственная уборная. Ребенка бы пожалела. Алло, алло, Тимур, это я. Мама, я пойду поиграю, хорошо? Иди, это я, ты слышишь? Да, я слышу. Вы поели? Нет, мы не поели. Времени нет, мы работаем. Там, там в холодильнике соус вы разогрейте. А вы обедать не придете? Нет, мы погуляем, не будем нас ждать. Как хочешь, вы нам не мешаете. Ну ладно, хорошо. Целую, пока. Я тоже. Пока. Лейла! Я иду, мама. Я иду, я иду, я иду, я иду, я иду. Я иду. О, кто к нам пришел. Привет, Тина. Лейла, моя хорошая. Проходи, Сабина. Привет, веревка. Привет, Сап. Ну, как живешь? Ой, как ты живой? Что вздыхаешь? Да дура она. С похмелья потому и вздыхает. Лейла, ты моя умница. Саба, у нее потрясающее чувство ритма. Тимура, небось. То, что не в меня, это точно. Кого это несет? Ой. Черт возьми. Как вам-то, девочки. Это Аяз Велизаде. Можете брать автографы, я разрешаю. Да ладно. Это веревка. Хм. Веревка так веревка. А вообще-то меня зовут Инна. А вот это Сабина. А это, видимо, ваша дочка, да? Моя. Потрясающий клип. Да. Старик, почему у тебя так темно? Ты боишься божьего света? Да всякое дерьмо в окна заглядывает. Первый этаж, это ж кошмар. Да. Кстати, ты мне обещал последний танго. Ой, извини, ради бога. Ты бы позвонил, напомнил. Я в театре замотался. Загляни, забери. На днях я видяшник толкнул. Ну, меня, посмотришь, не проблема. Тебя же дома не бывает. А ты ночью или утром звони. А что вы репетируете? Новую пьесу в русской драме. А разве не режиссеры репетируют? Режиссеры. А я вас по телевизору видела. Вы там что-то про фестиваль рассказывали. Да, было. Извините. У вас очень знакомое лицо. А мы с вами знакомы. Разве? Года четыре назад вы в тюзе репетировали «Голубую цаплю». Я подрабатывала, задники малевала. Помню. Вы очень извинились. Тогда у меня была короткая стрижка. Никогда больше не стригитесь. Вам очень не дут длинные волосы. Спасибо. Ты прочитаешь мой рассказ? Да. Только дома. Я с собой возьму. А яс, я в такой панике. Говорят, в этом году не будет мест для республики. Не будет. Поступишь так. Общим потоком. Да ты что, с ума сошел? Во ВГИК общим потоком. Меня ж блатные не сожрут. Не сожрут. Сожрут. Пойдешь в армию. Комсенький ты наш. Ты будешь отлично смотреться втроем. Благодарю. Вот так вот в этой маечке идунешь. Сядь. Раз, два. Костюм у тебя? У меня. Две недели держу. Рал в ногах валялся, я не отдал. Ну ладно. Пошли посмотрим. Ну пошли. Скоро премьера. Нормального костюма нет. Вот это мужик. Подцепи, деда. Подцепи, что тебе стоит. О нет. На него много сил надо тратить. А мне лень. Ему хорошо начинай потрунивать. С таким дедом, как у него везде зеленая улица. А кто его дед? Герой Советского Союза. Велизаде. Ну ты даешь. Откуда ты все знаешь? А, знаю. Потрясающе. Ну просто как родной. По-моему, неплохо. По-моему, неплохо. И за сколько? Для тебя восемьсот. Не многовато? Да мне самому принесли за восемьсот. Я с него и жвачки не имею. Ну ладно. Не вижу в этом никакой проблемы. Я могу в два счета раскадровать женщину в песках. Да не надо ее раскадровывать, ради бога. Да еще в два счета. Что за страсть у этих режиссеров корежит хорошую литературу? Существует прекрасный роман. Своей особенной стилистики. И пускай существует. Зачем превращать его в кино? А если я тащусь от японцев? Если я это вижу, чувствую? Ну и тащи себя на здоровье. На то ты человек, чтобы видеть. Только вовсе не обязательно мне, например, видеть то, что видишь ты. Не обязательно не смотри. Ну я-то не беда. А вот люди, никогда не читающие Коба Абе, будут иметь о нем представление уже непосредственно через фильм. И так книги совсем читать перестали. Вы вообще против экранизации? Почти да. Ну конечно, существует очень киношная литература, например, о Генри. У него в каждом рассказе четкий драматургический конфликт. Но то же, сколько его уже ставили, и все не то. А, сегодня ночью я написал обалденный стих. Чингис, давай выпьем. Выпьем за очаровательных девушек, которым почему-то скучно. Да, там все удобства. Правда, помещение подвальное, но муж уже отнес бумаги в горосполком. Со временем обещали более приличную. Да, это сложно. У меня много друзей художников. Ребята годами мучаются без мастерских. Конечно, можно это дело ускорить за известную сумму. В том-то и дело. А у родителей мужа, очевидно, маленькая площадь. Нет, там три комнаты. Но там еще брат с сестрой и двое детей. А трем хозяйкам толкаться на кухне, это ужасно. Нам здесь гораздо удобнее. Да. Мама, а когда мультики будут? Вот приедем, как раз и будут. Хочу мультики. Лейла, сиди спокойно, ударишься. А ты пойдешь ко мне мультики смотреть? Ой, это ты, что ли? Ну как, похож? Ты что, умер, что ли? Нет еще. А почему тебя на стену повесили? Повесили, да. Идем. Лейла, иди сюда. Проходи. Так. Саживайся поудобнее. Знаешь, у меня сколько мультиков? Целых три часа можешь смотреть. А про Микки Мауса у тебя есть? Сейчас будет. Минуточку. Вот тебе и Микки Маус. Смотри. Спасибо. Ничего, что я на ты. Вот это я утром намалал. Хочу попробовать кофе, приготовленный тобой. Тогда давай еще соль и перец. Так и быть, приготовлю тебе первоклассный кофе. А ничего, что я на ты? Хорошо. Ты что? У тебя моя температура кожи. Что это значит? Это очень важно. А знаешь, в следующий раз, когда тебе захочется определить что-нибудь важное для себя, постарайся это сделать более тактично. Ну вот ты обиделась. Глупость какая. Я же просто. Я вдруг стал счастливым. Сам не знаю почему. Десять лет такого не было. Прости ради Бога. Ты обещал соль и перец. Ты обещал соль и перец. Мы еще увидимся. Когда? Ты обещал соль и перец. Завтра. Ты шутишь? Нет. Я говорю, вполне серьезно. Ты не должен так серьезно говорить. Это ни к чему. Завтра я тебе позвоню. Хорошо? Если в шутку, хорошо. Ну вот мы и приехали. Здесь я живу. Что случилось? Что случилось? Вот вы здесь сидите, такие обалдевшие. А я? А я вообще... Когда она мне сказала, мне как будто холодной воды за шиворот налили. И главное, ведь я ж ничего не знал. Понимаете, ведь ничего не знал. Она никогда мне не говорила, что хочет ехать. Нет, ну я знал, что там есть какой-то дядя-кондитер. Она мне показывала фотографии на фоне автомобиля, лужайки собственного дома. Ну, такие обычные иммигрантские фотографии. Вот, мол, мы, а вот, мол, наше скромное жилье. Мама, где ты? Я здесь. Привет, Зелик. Привет. Она никогда не говорила мне, что хочет ехать со мной. И вдруг на тебе, лоб. Дорогой Зелик, мы получили визу. Стелла. Я говорю, Стелла. Стелла. Ну, хотя бы ради приличия. Ну, хотя бы ради приличия можно же было посоветоваться со мной, а? У меня ведь тоже есть какие-то там органы. Сердце, печень, селезенка, мозги, в конце концов. У меня ведь тоже есть родители. Какие-то привязанности. Ой, Зелик. Да прекратите вы устраивать эту трагедию. Едешь, значит, так надо. Никто вообще сказал, что человек должен всю свою жизнь просидеть на одном месте. Чем это предписано? Богом? Отнюдь нет. Бог един. И все люди одинаковые, только климат разный. И весь этот шарик должен быть в распоряжении человека. Ну, ходи себе, броди. Я бы сам поехал. Хотя бы излюбоваться. Ой, мама, больно. Потерпи. Слушай, ты ж таки страну видишь, а, старик. Сказка. Ой, пилигрим нашелся. Человеку за 30 лет, к тому же он английского языка не знает. Что он там будет делать? Ну и что не знает? Научится. Да пойми ты, ему надо приспосабливаться абсолютно к другой системе. А тут он приспособился просто блестяще, да? За 100 рублей винт откручивает. Да там вам и винта никто не доверит. Вот кран починили бы, затопит скоро. Там люди по-настоящему вкалывают. При их системе родственники тети Розы давно уже вам морду набили бы. Слушай, если, подожди, если ты с утра пораньше собираешься тянуть из меня кишки, то лучше иди ты к своей мамочке, оставь меня в покое. Вчера, когда тебя не было, мы с Зеликом работали как никогда успешно. Так значит, это я вам мешаю работать? Да, да, ты мешаешь, именно ты. Прекрасно. Лейла, иди одевайся. Мы уходим. Ребенка можешь оставить, нечего мотаться ей под всяким спекулянтом. Только учти, что на этот раз мы уже не вернемся. Я сейчас же соберусь. Можешь отправляться куда угодно, тебя никто не держит. Иди отсюда. Ребята, ну что же вы? Ну что вы лавитесь-то? Я же уезжаю. Навсегда. Когда еще увидимся? Каждый раз, когда мы прощаемся, я боюсь, что ты больше не придешь. У тебя такое лицо, будто тебя пытают. Мне тяжело, Айас. Я совершенно завралась. Никогда не думала, что это такая мука. Я вовсе не желаю, чтоб ты врала. Ни ему, ни мне. Люди не должны быть друг другу в тягость. Да, ты прав. Конечно. Значит, мы больше не увидимся. Стой. Что ты делаешь? Что ты делаешь со мной? Что ты делаешь со мной? У меня все из рук валится. Сабина, я схожу с ума. Я не могу видеть, как ты постоянно смотришь на часы. Я не могу видеть твое отвлеченное лицо. Ты должна жить со мной. Или не жить. Я не могу так. Ты прав. Я дрянь. Я всех мучаю и ничего не могу решить. Возьми ребенка и переезжай ко мне. Я не могу. Это ее отец. Она любит его. Перестань. Отец никуда от нее не денется. Зачем ты лжешь? Ты сама этого не хочешь. Я не лгу. Лжешь. Тогда ты прав. Я сама этого не хочу. А почему ты встречаешься со мной? А почему женщины имеют и мужей, и любовников? По разным причинам. Мне что, перечислить тебя? Нет. Мне 38 лет. Я ни в чем не нуждаюсь. У меня есть любимая работа. Я никогда не желал никаких двусмысленных отношений. Я не лгал никогда в чувствах. Мне это скучно. Да. Я люблю тебя, но ничего не могу за тебя решать. Да. Да, Аяс. Прости. Прости меня. Уже поздно, мне пора. Ты решила? Это все? Не мучай меня, Аяса. Ты сам все сказал. Ты совершенно прав. Мне надо идти. Я отрекал. Людей. Хватили! Залюшнь, до сих пор. Разろ massив是 ещёaines. Да пришли. Потому что, отработ ! Это,ine отработайте, мы Dayton. Да, Шурик-джан, ну пойми, глянусь тебе, день и ночь работают. Ты же знаешь, только из уважения к тебе и к тете Розе. Ты же знаешь, ну кто бы знать. Ты же знаешь, как я ее любил, а? Господи, пусть земля идет. Глянусь, мама, Шурик-джан, не ради денег обладает. Да я знаю. Ты знаешь, как сейчас все тяжело, но сам понимаешь. Если что надо, Шурик, всегда поделись. Дай Бог тебе еще. Шурик-джан, ты знаешь, как мы старались? Ей, Володь, глянусь, мама, ведь знаешь, как трудно, ничего ведь нет. Ты сам понимаешь, а мастер, он бедно так старался, так добросовестно работал. Спасибо, Володь. Ей, Володь, ведь ничего же нет. Камня нет, песка нет, гипса нет. Ничего нет. Трудно, трудно, трудно. Мамочка. Ну, сейчас сам увидишь, да? Давайте посмотрим. Ричард, не шарик. Ричард, посмотри на нее, кто это? Вот. Я не знаю. А, на нашу бабу Розу похож? Нет. Через я хочу. Ты ворона, эй? Нет. А? 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 И, дорогой, не надо плакать. Все равно нам бабу Розу больше не вернуть обратно. Не надо плакать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дети так решили. А куда нам без детей, а? Вета, Вета, не плачь. Я сейчас переживаю два таких чувств разных. Тяжелое и легкое. Тяжелое, потому что расстаюсь со своими дорогими. И легкое, потому что в старости мы все же вместе с нашими детьми. Но я хочу сказать вот что. Если я увижу, что мои дети забыли своих дорогих, своих близких друзей, если увижу, что они увидели всякие заграничные трусики, мрусики и забыли все, я клянусь честью, первый отвернусь от своих детей. Сема, что ты такое говоришь? Боже мой. Дурак старый, прости меня, господи. Что я думаю, то и говорю. Я честный человек. Всю жизнь я говорил так, как я думаю. Но я, конечно, не думаю, что мои дети будут неблагодарными свиньями. Поэтому пью за здоровье всех и желаю вам всем счастья и здоровья. Попытаться. 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 Продолжение следует. Попытаться. Попытаться. Вдруг. Моя дочка наша... Давай, выпей! А-а-а, сабия! Почему ребенок не в постели? Я же просила! Как же не в постели? Я сам... Ах ты чего? Ты чумазая, ты чумазая, ты уйди, уйди, ну и я сам, ты уронишь, уйди. Уйди, моя хорошая, моя чумазая, папина леялась. Дай, 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 дай. Дай, дай, дай. Дай, 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 дай. Дай, дай, дай. Дошел? Я же такой, почему в квартире не было? Сабина, Сабина, мы же работали. Жена, познакомьтесь, Сабина. Он просто великолепный человек, Сабина. У него прекрасное будущее, Сабина. Не сомневаюсь. Сабина, делай нам чаю, крепкого такого. А ты любишь? Крепкий чай, конечно. Сабина, чай, привези. Тимур. Тимур, Тимур, вставай. Вставай. Тимур, вставай, Тимур, вставай же. Проснись же ты, Тимур! Вставай. Когда придет в себя, скажете, Камал приходит. Через два дня приду за заказ. Хорошо? Какой еще заказ? Он сам знает. Ах! Лейла, вставай, доченька, нам пора идти. Куда? Не спрашивай, вставай, одевайся, хорошо? Собирайся, доченька. Мамочка, положи книжку. Это все? Да. Смеников. Иди, я сейчас приду. Положи. Мамочка. Мамочка. Идите, я сейчас. Вам, меня иди. Мамочка. Мамочка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok